Приветствую вас. Я думаю, что если отвечать на ваши вопросы, да, прям вот на вопросы, а любит ли она вас в глубине души? Я здесь думаю, что нет, но это не так важно, потому что любовь, ну точнее любовью, руководствоваться совершенно необязательно, чтобы устраивать какие-то отношения, да, то есть как бы любить на самом деле могут далеко не многие люди, поэтому это не важно. Главное, что не так важно, любит ли она, главное, что есть ли у неё к вам симпатия какая-то. Дальше, значит, почему только в одном месте она вас заблокировала, потому что манипулятор, потому что знает, что вы надеетесь на что-то и потому что ей нравится то, что вы к ней ещё что-то чувствуете, ей нравится, что вы к ней ещё что-то ощущаете, ей нравится, что у неё есть над вами вот такая власть, можно сказать, вот. Отсюда крайне важно, чтобы была у вас, чтобы была у вас, именно у вас, чтобы была, я бы сказал, постоянная надежда, это очень важный момент, это постоянная надежда, вот. постоянная надежда на то, что что-то может получиться у вас с ней, вот. Ну, как вы можете видеть, у неё кепа вполне получается, то есть у неё вполне получается продемонстрировать вам, что надежда есть, и она постоянно вставляет вам вам, так сказать, лазейки, вот, которые вы расцениваете как некие шансы, вот. Другой вопрос, если девушка даёт шансы, то зачем тратить время? В целом, она вот, ну, чувствуется по некоторым, по некоторым её сообщениям вам, чувствуется, что она набивает себе цены, да, то есть вот говорит, ты такое целом, что она потерял, и так далее, то есть как будто, значит, на вас только все лежит ответственность за то, что вы расценивали. Ну, мягко говоря, это не совсем справедливо, мягко говоря, это не совсем справедливо, потому что, соответственно, оба партнёра. Следующий момент связан с тем, что вы выстраиваете, на мой взгляд, исключительно гендерные отношения, т.е. очень узкие отношения в плане восприятия, ну, партнёра своего, вот, т.е. вы в ней видите, по-моему, ощущением вы в ней видите только женщину, вот, вы в ней не видите личности, по моим ощущениям, вот, по моим ощущениям вы очень много внимания уделяете материальному обеспечению, по моим ощущениям вы принижаете её текущего молодого человека, вот, т.е. у вас такая очень гендерная позиция, вот, и гендерные взаимоотношения, соответственно. А это не всегда хорошо. Именно для выстраивания отношений, потому что очень многие женщины обращают внимание именно на духовную сторону, а вот духовной, так сказать, духовной сферы у вас, может, было недостаточно, т.е. как бы, вам было очень здорово как мужчине и женщине, но вот больше вас, наверное, ничего не связывало, вот. Скорее всего, это не точно, но скорее всего, девушку напрягало ещё то, что вы достаточно категорично, вот, это вот, категоричны, критичны, но вот это тоже девушку могло напрягать, вот, поэтому здесь такой момент, тоже нужно иметь в виду, если вы, если вы, ну, не только в своём тексте придерживаетесь такой вот категоричности, то, в общем-то, я не удивлён тому, что девушка от вас ушла, правда, что ей было хорошо, потому что тяжело, 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 тяжело на, там, допустим, в постоянной основе стараться соответствовать вашим, допустим, допустим, вашим высоким, высоким требованиям, которые у вас могут быть, да, и т.д. То есть, вот видите, девушка говорит, что почувствовала себя расслабленно, больше расслабленности, вот. И вопрос здесь не в том, насколько он её обеспечивает, вот, а то здесь в другом соль даёт ей что-то, чего дать увидеть нагады. Дальше, значит, то есть вот на это нужно обратить внимание, то есть вам с ней по-хорошему можно и нужно было бы дружить, да, вот, и через дружбу выстраивать, ну, немножко другие отношения, не только гендерные, вот. А так получается, что если вы как мужчина не состоялись с ней, то, ну, соответственно, всё, тупик, но это не есть хорошо. Следующий момент, то, что вам, вот, вы хотите её вернуть, да, вы говорите, что она родная, понял, как я хочу её вернуть, ну, знаете, девушка не вещь, и вы в ней нуждаетесь. Нуждаемость, это ваша потребность, это то, чего вы хотите, то, что вам нужно и, во-о-о, крайне важно, крайне необходимо выделить то, что вам нужно, то, в чём вы нуждают, то, чего вы хотите, потому что если вы не будете для себя чётко понимать, в чём вы нуждаетесь, то вы будете делать то же самое, в принципе, что и девушка делает. Вероятно, даёт чувство за то, что, ну, не совсем ими являются. Понимаете? Какая история. То есть, вот, здесь один из основных моментов в том, что всё-таки у вас отношение к девушке в большей степени это материалистичное и такое, ну, логично, да, материально. Это не совсем то, что женщинам нравится. То есть, в какой-то момент подобное, да, хорошо, но в богосрочной перспективе, как бы, не очень. И если вы расстались, то расстались вы из-за наличия проблем определённых между вами и, соответственно, эти проблемы, если вы девушку вернёте, не уйдут никуда, вот. А если вы ссорились раньше, то ссориться, скорее всего, будете продолжать, вот. И если она уйдёт от вас, например, ещё раз то, что вернуть уже будет сложно, например. Поэтому важно, чтобы вы определились немножечко с тем, готовы ли вы сами корректировать себя, своё поведение, своё отношение, свою, может быть, систему ценностей. И более примитивно, более точечно, если можно так вот выразиться, демонстрировали девушке свои чувства. То есть не весь вот этот объём, да, чувства, а именно вот, значит, узкое направление на неё. Также мне совершенно очевидно, что вы боитесь близости, значит, вы играете с девушкой в игру догонялки, ты убегаешь, я отдаляюсь, я отдаляюсь, ты убегаешь, ты убегаешь. Но вот вы боитесь близости, значит, ну не поработать с личными, личными границами, чтобы вы не боялись сближения. Потому что если почитать вашу историю, то девушка на какой-то момент, вроде бы, готова была всё как бы создать, да, вернуться, но вы сами этого не хотели. Вот. А только после того, как она стала присылать вам фотографии квартиры, вы там стали, ну, как-то на это реагировать. Вот. То есть вы здесь боитесь, боитесь, повторю, близости, без этих изменений ничего не получится. Вот. Дальше, необходимо взять ответственность за свой вклад в конфликты, которые происходили. Вот. Именно вам, именно вам это нужно сделать, определить, что, ну, грубо говоря, что именно вас, ну, мотивировало, мотивировало, да, на то, чтобы, ну, ссориться. С девушкой, допустим. Вот. Это очень классный аспект. Это очень классный момент. Без этого, собственно, ситуация довольно слабо будет развиваться. Вот. А, соответственно, вам представить самому себе ответить, например, на такой вопрос. А, какие отношения я хочу построить? Основываясь на чём? Если я хочу построить отношения чисто на гендерной основе, то я могу прямо сейчас пойти к девушке, прямо сейчас её, ну, значит, покорить, там, слава, то есть всякое такое, может быть, оно станет моей, но так же она может уйти. И так же вы продолжите играть. Вот. Потому что неравнодушна она к вам. Совершенно, совершенно точно какое-то значение вы для неё имеете. Вопрос только в том, какое это значение. И вы это не узнаете, пока с ней непосредственно не сблизитесь. Но надо сказать, что близиться вы боитесь. Либо, если вы хотите выстраивать более, эээ, такие вот зрелые, более, эээ, духовные, более лично, личностные отношения, то общение необходимо выстраивать более, более тонко, более, деликатно и посмотреть, эээ, на каком уровне компакта вам будет комфортно. Ну, и личная ответственность, ээ, несмотря на то, что вы говорите про, эээ, достаточно высокий уровень дохода, вот, эээ, ответственность у вас достаточно низкая, потому что вы сказали, что случайно подписались на её мужчину. Честно говоря, это странно, странно. Ну, и то, как, эээ, пренебрежительно, эээ, презрительно вы её называете, говорит о том, что вы всё-таки ревнуете. Вот, ревность, это, эээ, не, 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 не лучшее чувство для, эээ, мотива, ну, для мотивации к победителю определённому. Вот. Ну, и для себя поделиться с тем, чего вы хотите, тоже очень важно. Это очень важный момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok